Привет! Кто хочет подписаться, смотрите, как работает YouTube. С первого раза он может вас не подписать, когда вы нажимаете на подписку, поэтому проверяйте, проверяйте, подписались вы или нет, или нет. То есть нажали, вошли, посмотрели, подписал или нет. И так там даже на 2-3 раза нужно делать, чтобы YouTube пропустил подписку. Вот так он работает, вот так он работает. Что-то нам тоже не дает так особого развития, сдерживает. Наверное, нас немножко там демпингуют, наверное, я думаю. Демпингуют точно такие специалисты, поэтому как бы притормаживает нас. Но мы думаем, все будет хорошо, мы прорвемся. Так, вернусь к теме, попытаюсь, буду вспоминать. То есть, когда меня скинуло второй раз, происходит попадание, и начинается раскрутка по-новому, по-новому. Как я говорю, мозг уже стирает, поэтому сейчас буду стараться вспоминать. Яркий это момент, ты так помнишь. И буду стараться вспоминать, что происходило, как это происходило. Это был 17-й год. 17-й год. Это 17-й год. Мы поехали отдыхать в Украину, в Затоку. Я с семьей. Я был за рулем и ехали на машине мы сутки. Получается, ехали нигде, не ночевали. Так, останавливались там кофе попить. Ну, пришлось мне ехать сутки, и получился такой момент. И как бы в дороге находишься в постоянном напряжении. То есть, как бы в стрессе, потому что напрягаясь ночью, там и ямы, трасса, внимательность эту, фокусируясь. И вот, когда приехали в Украину, у меня снова начало проявляться вот этот болевой синдром, как бы в пояснице, в пояснице. И у меня, когда начал проявляться этот болевой синдром, сразу появлялся страх. Страшок, как бы трактовка, что все начинает снова возвращаться. Но, находясь на отдыхе, ты еще как-то переключаешься, там море, туда-сюда. Особо раскрутки этой не идет. Но по возвращению домой, все, у меня уже болевой синдром в пояснице стал как бы постоянным присутствовать. Боли-то варьировало. И все, меня начал крутить страх. Возвращение того состояния, которое со мной было. Потому что наш мозг, он запоминает. Он запоминает, он постоянно все пишет. Но, как работает наш мозг? Какие-то неважные моменты, что относятся к неважным моментам, это когда человек не реагирует в некие ситуации, эмоции ей. И вот этот мозг тогда стирает. Все моменты, которые были отмечены некой эмоцией, там, например, эмоцией страха, либо эмоцией радости, он все запечатляет это и остается у нас в нейронной сети. Остается, как я называю, в нашей библиотеке. Вот. И у меня начинает все снова идти вот эти болевые проявления в пояснице. И у меня начинают все возникать вот эти воспоминания моего состояния, которое было у меня до. До, до, то есть воспоминания начинают идти. У меня берет страх, потихоньку начинает идти страх. Соответственно, страх что делает? Страх делает тревогу. Тревогу запускает страх. Добрый вечер всем. Юрий, добрый вечер. И страх, все, у меня начинает раскручиваться. Все, начинает это по-новому раскручиваться, раскручиваться, раскручиваться. Тут снова начинает, конечно, подсоединяться, начинают идти болевые ощущения психосоматики. Вот это сдавливание не менее рук. Ну, скажем так, вся эта цепочка, которая была до этого, начинает снова воспроизводиться. То бишь, с новой силой начинает все постепенно назад возвращаться. И чем больше у тебя начинают идти эти проявления, тем больше тебя охватывает страх. Чем больше у тебя страх, значит, у тебя сильнее тревога. Тревога. И все, я начинаю вкручиваться снова. И у меня приходят такие мысли, начинают уже на каком-то этапе, что, блин, уже этот раз я, наверное, с этим не справлюсь. Потому что это вот все, что с тобой происходило, невыносимо. И это терпеть, вот эти все ощущения. И все остальное. И все, память возобновляет это все. И мозг начинает посылать, посылать вот это все, что с тобой было ранее. То бишь, начинают идти воспоминания. Соответственно, страх, тревога. Тревога начинает все это возобновлять. Почему при стрессе бывают ощущения, как будто сейчас потеряешь сознание, и от этого появляется тревога, и может начаться. Так, Виктория задает вопрос. Потому что, смотрите, что с вами происходит. На стрессе человек реагирует, его разум реагирует двумя способами. Первый способ, это драться, спасаться. Второй способ, это замри. То бишь, момент замри происходит, когда ты вот ватный такой становишься, даже двигаться не можешь. А еще в вашем моменте, вот и начинаются такие проявления, там, как правило, у ряда, ну, может в половину, может больше, может меньше, у кого. Как начинает проявляться дереализация? Дереализация. Она призвана, ну, как сказать, призвана. Это мозг начинает вас защищать от внешней среды и вот от того, что с вами происходит. То бишь, происходят вот такие ощущения неадекватности, нереальности такой вот, нереальности своего тела, нереальности восприятия мира. Он у тебя там плывет, он тебе кажется какой-то не такой, блекнут краски. И вот, и у человека реально кажется, что у него какая-то вот неадекватность такая, понимаете. Также на стрессе у нас происходят химические процессы в голове. Это как один из компонентных, ну, я думаю, там не только химический процесс происходит, там вот на наше видение влияет, я думаю, предполагаю, у нас в глазах тоже есть мышцы. Мышцы, вот белки это мышцы, глазные мышцы. И они тоже, если спазмируются тело, значит спазмируются мышцы. Спазмируются глазные мышцы, а мышцы давят на хрусталики. И вот идут вот такие разные искажения. Вообще мозг это такая интересная штука, это такая интересная штука, что он далеко не изучен и он может вытворять, что хочешь. Вот этот наш мозг. Вот поэтому вот это ощущение, что сейчас потеряешь сознание, сознание, и вы начинаете этого пугаться, человек начинает этого пугаться, что ты там пришла? Ты начинаешь этого пугаться, а страх усиливает это состояние. Но интересный такой момент, интересный момент, что если вы проанализируете, вы каждый раз думаете, что потеряете сознание, но этого ни разу не было. С вами этого ни разу не произошло. Так, Виктория, скажите, это так или нет? Вы теряли сознание хоть раз или нет? Паническая атака. Ну да, это, как вам сказать, паническая атака. Паническая атака, это есть страх страха, это есть пик страха. Вот это есть паническая атака. Потом они, как бы, ну это все можно назвать панической атакой, когда у вас ваш страх снижается, тревога понижается, там она сходит с 10-ти бальной в 8-ти бальную, но примерно оно к этому же гонит. Гонит вот этот страх, раскручивает тревогу и происходят всякие симптоматические вот эти проявления. Там они абсолютно разные могут быть, там неадекватность, у тебя страх внутри, как будто все там поднимается, сердце это бится. У кого что будет происходить, там очень широкий такой спектр вот этих всех, как бы и телесных проявлений, и проявлений, скажем так, мозговых вот этих туманов, нереальности, картинки. Там сужается, расширяется, переворачивается, блекнет свет, как бы даже, даже возможны такие моменты, что на несколько, наверное, секунд, вот я где-то читал, что даже можешь, как бы, чики зрения отключиться, как будто и оба такой попасть в темноту. Но, но нужно понять, что это все делает страх. Все это делает страх. Так, еще такой момент, чтобы наш канал продвигался, ставьте, пожалуйста, вот эти пальчики, лайки. Пальчики, лайки, это дает движение каналу, больше людей увидит, как бы YouTube начнет видеть, начнет тогда продвигать нас. Поэтому, кому нравится, кто с нами, кто в нашем большом такой семье, поддерживайте канал вот этими лайками. Так, Паша, четвертую неделю рекситине. Появилась апатия, вялость, лень. Из-за чего это? Рекситин. Я думаю, понимаете, вот эти все препараты, у них, они, во-первых, по-разному будут один и тот же препарат влиять на разных людей по-разному. И поэтому у кого-то, наоборот, какое-то там выписывают, там первозбуждение появляется, когда у человека апатия. А у кого-то, наоборот, они как бы призваны сидировать вас, вот убрать эту тревожность, убрать эту напряженность. И поэтому у тебя, он же не выборочно как бы препарат работает, а он там, я думаю, влияет и на настроение, это на наш серотонин, например. То есть, человека делает таким вялым, вот ему без разницы, как бы вот эта жизнь, она такая тусклая, такая вот он ходит, такой, как говорят, как вот болванчик такой ты ходишь, прибитый вот такой. То есть, у тебя, у тебя как бы все вот по барабану, у тебя нету эмоций, эмоционального фона, у тебя ни радости, ни страха, а ты вот в таком, как бы находишься в нейтральном состоянии таком. Вот, поэтому препараты, это такой спектр, там влияние их очень тяжело как бы описать, потому что на каждого по-своему будут влиять. Вот, даже одни и те же препараты, например, пьют разные люди, один пишет человеку, ой, мне так хорошо помогает, там, я там вышел, как бы там, а другой человек пишет, что они, для него вообще никак. Вот, что вообще никак, либо там вообще дают другие спецэффекты, понимаете. Поэтому препараты, это такое дело, как бы специфическое, потому что я знаю, чтобы подобрать человеку препараты, его нужно подбирать. А у нас, как правило, тебе выписали, все, иди, пей, и неважно, как он на тебя работает. Поэтому, если пьете препараты, то вы, как бы, смотрите свое состояние, описывайте его, и потом обращайтесь к своему снова психотерапевту, объясняйте ему, что с вами происходит, какие симптомы, то бишь, вашего состояния, и это он уже будет вам там смотреть и корректировать, менять препарат, не менять, уменьшить, добавить. Там тоже вот такие идут моменты уменьшения, добавления, например, если доза, скажем, высокая, может влиять на вашу вот эту апатию, значит, может уменьшить дозу вот этого препарата. Ну, это уже сугубо такой момент, это к своему ведущему врачу, психотерапевту, чтобы он вам регулировал вот эти препараты, уже по вашему состоянию, как бы вас корректировал. Да, как бы сама паника не страшна, несколько минут страха, смерти, все, а вот сильная тревога, когда непонятно, как овощи себя чувствуешь, это труднее переносить. Как овощи себя чувствуешь, это труднее переносить. Понимаете, вот, когда вот я пару раз выпивал лирику, лирику, вот я выпивал, и ты вот такой препарат, и ты в приоре, я не мог собрать свои мысли. Вот, я как бы пытался что-то подумать, но они у тебя как-то вот, они там плывут, или я не понимаю, а ты вообще вот не понимаешь, ты не можешь просто сфокусироваться. Тебя вот шатает, ты как будто такой... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok